Друзья, всем привет! Сегодня мы с компанией Агат совместно у нас такое мероприятие проводим мастер-класс Всем привет! По крепежу. Дмитрий сегодня у нас ведущий. Будет рассказывать нам, что такое крепеж, для чего он нужен. Друзья, всем привет еще раз! Находимся, как уже сказал Павел, на территории наших друзей, партнеров компании Агат. И решили провести совместный небольшой мастер-класс, рассказать о крепеже, собственно, какой крепеж есть и для чего его можно использовать. На самом деле, вот эти все элементы, они очень серьезно облегчают работу кровельщику и в том числе фасадщику. Сегодня мы поговорим и о кровле, и также поговорим о фасаде. Ну, давайте начнем с крыши. Мы подготовили небольшой вот такой вот макет на коленке, строго не судите. Здесь у нас идет имитация конькового прогона. Принцип крепления что к маурлату, что к коньковому прогону абсолютно идентичен. Обратите внимание, вот здесь мы сделали, выбрали пяточку. Ну, классика жанра, как говорится. Далее. Как нам закрепить стропилу? Кто-то использует уголки. Способов много. Уголок, считаем, не самый надежный способ на самом деле. На отрыв он работает плохо. Для себя, для своей компании выбрали вот такой вот способ. И вот сейчас, смотрите, я начну затягивать, соответственно, саморез, и увидите, как у меня сядет стропильная нога. Все. Во-первых, это быстрый способ и очень надежный. Используется вот такой вот конструкционный саморез с такой вот головкой, с тарелочкой, так называемой. В народе так называют. Да. И сейчас закрепим следующую стропилу. Все. Прекрасно затягивается шуруповертом. Абсолютно надежное крепление. Обратите внимание, в отличие от того, когда вы крепите на один уголок, у вас все равно остается шаткость. Здесь какой-либо шаткости у нас на стропиле нет. Доску мы здесь используем сечением 50 на 150. 200 работает абсолютно точно так же. Получается абсолютно жесткое и надежное крепление с помощью этого самореза. Еще скажи, что у нас нет дополнительных элементов, которые потом при утеплении, например, могут помешать. Совершенно верно. И никаких мостиков холода от металлических крепежей у нас тоже нет. Если мы вот сюда ставим уголок, соответственно, он является мостиком холода. Плюс это дополнительный какой-то элемент. И когда мы будем прижимать утеплитель, этот элемент будет немного мешать. То есть у нас прилегание утеплителя в этом месте будет не такой идеально. С применением вот таких вот саморезов ничего здесь не мешает. Все у нас как бы ровно. Плюс еще какое. Ну это быстро, ты сказал. И по нагрузкам примерно вот этот вот саморез держит 5 кН на вырыв. А 1 кН на 100 кг. То есть 500 кг на вырыв держит вот один вот такой вот саморез. Так, ну что, пойдем дальше. Мы с вами будем считать, собрали стропильную ферму. Теперь переходим к следующему этапу. Пленки никакие показывать не будем. Сразу начнем монтировать обрешетку. Берем традиционно доску 25 на 150. Сделаем шаг классический 35 под металлочерепицу. Если у нас с вами ферма ровная, да, ну использование вот такого крепежа, наверное, будет не очень актуально. Мы с вами сами готовили ферму, выравнивали ее. Можно использовать стандартные саморезы. Но когда мы с вами делаем реконструкцию, сталкиваемся со старой крышей, которая простояла несколько лет, в любом случае на ней обязательно где-то будут какие-то прогибы, провисания, факторов много. Для того, чтобы потом все это выровнять, самый оптимальный вариант – это использовать вот такие вот дистанционные саморезы. Обратите внимание, здесь идет шаг определенной резьбы снизу и резьба сверху. Сейчас я вам покажу, как он работает. Это даже не резьба, это насечки. Насечки, да. Ну и покажем, что они дают. Вита под них идет поторакс Т25. Вот видно головку. Звездочка. Звездочка. Саморез ставим по центру, притягиваем. И вот сейчас вот как раз я уберу здесь снизу клинышек один, сымитируем кривизну. Вот убрали. У нас, соответственно, плоскость неровная, завалена. Смотрим, на сколько. Что я делаю? Обратите внимание, я начинаю выкручивать саморез. И посмотрите на уровень. Все. Давай для наглядности вот этот саморез тоже чуть-чуть выкруть, и я потом по уровню поставлю. Чтобы у нас обрешетка полностью висела. Ага, все. Вот эту мы чуть-чуть. Все. У нас обрешетка выставлена абсолютно по уровню, по горизонту. Ну, смотрите, друзья. Вот в таком исполнении многие скажут, что крепление ненадежное. И полностью с этим согласны. Для того, чтобы такой способ крепления был рабочим, воспринимал снеговую нагрузку, ветровую, нужно добавить еще дополнительные точки крепления. Для этого мы применяем вот такие вот саморезы. Тоже здесь уже звездочка. Здесь идет Т-30 у нас. С полной резьбой. Т-30 у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мы с вами добавили две дополнительных точки крепления Применяли для этого специальный конструкционный саморез с полной резьбой Соответственно, что он дает? Он нам обеспечивает уже надежную фиксацию Доска у нас не шатается И основание мы с вами таким способом выровняли Мы можем попрыгать Мой вес 96 кг Все надежно Такой способ крепления есть в каталоге Паша Компания Евротек Евротек, да Соответственно, производитель его внес в свой каталог Провел испытания Все проверил Абсолютно рабочий способ По практике действительно упрощает жизнь И выравнивание крыши Есть, конечно, способ выравнивания Когда там начинаешь подкладывать фанерку Да, но фанеру можно действительно использовать Нельзя использовать древесину Когда пытаются какие-то заложить чопики Это ненадежно Все это усыхает, трескается И провалы возвращаются всем, как говорится, на место С фанерой способ рабочий Но он очень трудоемкий И очень долгий Друзья, также вот эти саморезы Мы часто используем на фасаде Как они работают? Возьмем вот эту плоскость бруса Представим, что это у нас стена Притянули Прикладываем И видим, что с одной стороны нам нужно поднять Вот так вот элементарно происходит регулировка Нужно притянуть Взяли Притянули Саморезы у нас не выходят за плоскость доски Как изначально я их притянул Соответственно утопил в доску На таком же они уровне у нас и остаются На фасаде дополнительные точки крепления необязательны У нас доска находится, соответственно, в другой плоскости Давить на нее снег не будет Поэтому достаточно этих точек крепления Паш, расчет по весу Сколько один саморез? Если один, грубо говоря, саморез Даже если посчитать 50 кг выдерживает То у нас на 100 квадратных метров примерно 8 из досок идет 8 из досок это трехметровых На одну доску идет 6 точек крепления То есть получается 80 на 6 480 Если посчитать по 50, то это 24 тонны То есть ни один фасад столько не весит Да Если посчитать фиброцемент, который весит Пускай там 15 кг в квадратном метре Вот тут у нас образец дековера есть 15 кг в квадрат это на 100 квадратов 150 Это 1500 кг, то есть полторы тонны Пускай там обрешетка, ветровые нагрузки Но это не больше трех тонн в любом случае А саморезы выдерживают 24 тонны То есть там за глаза Ну в работе вещи очень удобные на самом деле Также таким способом можно выровнять Лобовую доску Идеально подходят для выравнивания подшива Когда мы делаем подшив крыши Самый простой способ Чтобы тоже ничего там не подставлять Не откручивать обычные саморезы Чтобы доска у вас не висела Используем эти саморезы Абсолютно жесткие Надежная фиксация Еще есть преимущество Нужно сказать, что вот у нас сейчас Ширина доски 100 мм Она может быть и 150, может быть и 50 То есть грубо одним крепежом Мы закрываем разную ширину То есть это тоже очень удобно Да, ну опять же из практики Бывают случаи, когда большой фасад Если все-таки необходимо добавить жесткость Дополнительно вот такие саморезы на фасаде Использовать не обязательно С обратной стороны Ставим досочку И можно их дополнительно стянуть Но это опять же опыт из нашей практики Доски или фанеры Доски, да, или фанеры Все верно Так, ну что, друзья По крепежу кровли Мы вам рассказали Теперь переходим к такому замечательному материалу Здесь за спиной Дениса У нас имеется небольшой стенд Вот компания Дековер Это компания Дековер Зарекомендировала себя очень хорошо Передай микрофончик, чтобы было лучше слышно Держи, сейчас Да, это компания Дековер Наш партнер, помощник И один из лучших поставщиков материала из фиброцемента Доверяем им полностью Так же, как и компания Руфер Спасибо Да, применяем этот материал у себя на работе Рекомендуем его своим заказчикам Материал реально хороший Да, многие объекты с ним реализовали Использовали его, надо сказать, не только на стенах Часто его используем на лобовой доске На подшиве свесов То есть материал достаточно универсальный Ну, что хочу вам сказать, друзья Обратите внимание вот на такой способ крепежа Здесь выполнено обрамление наружного угла у нас Когда целиковая доска распускается на две половинки Ну, один из вариантов Кто-то делает целиком, неважно Здесь половинка Посмотрите, вот такой вот способ Но не очень эстетичен По крепежу, да? Да, по крепежу Вот такие вот саморезы идут, да? С пресс-шайбой Не очень красиво они выглядят Мы сейчас вам покажем два способа Более эстетичных и интересных Да, на наш взгляд Когда мы применяем специальные саморезы Вот компании Росконнект С небольшой головкой Которые предназначены и были разработаны Для массивной доски Для дерева плотных, соответственно, пород древесины Но, тем не менее, они идеально подходят Также для фиброцемента Хорошо туда закручиваются И, соответственно, обеспечивают Надежную фиксацию данного материала На фасаде уже непосредственно при эксплуатации Ну, и другой у нас альтернативный крепеж Мало кто с ним знаком Это специальная клеевая программа Система Да, от компании Бостик Ну что, начнем, наверное, с классики жанра Это саморезы Предлагаю сразу рассмотреть вариант крепления Не будем на него тратить На елочку, да? Потому что на елочке, обратите внимание У нас одна доска находит на другую Соответственно, вот эти вот все крепежи Они, соответственно, так или иначе будут перекрыты Остаются только открытыми На наружных каких-то, на внутренних углах Но у нас есть также способ монтажа фиброцемента Когда он у нас монтируется практически вплотную С небольшим зазором, да? Или еще один из способов Когда крепления становятся видимыми Это когда мы его монтируем по вертикали С небольшим нахлёстом Соответственно, вот при таких двух вариантах И способах монтажа Все саморезы у нас будут с вами, как говорится, на лицо От компании RusConnect Как я уже сказал Вот так вот выглядит саморез Вживую Такая у него маленькая головка Ну, соответственно, видим Плюс как бы самореза Он достаточно небольшой Смотрится, как такая вот небольшая клепочка Впоследствии данный саморез Обязательно нужно закрасить Соответственно, он сливается уже у нас с основным материалом Но, тем не менее, саморез имеется И он останется открытым Крутится очень легко, очень быстро Да, а потом сверху мы его подкрасим Да, это важный момент Вот, и можно сразу сравнить Соответственно Сейчас возьму саморез Вот здесь вот на фоне Будет явно видно, да, отличие Как бы более интересно будет смотреться Конечно Его практически не видно Допустим, когда мы применяем Такой крепеж на лобовой доске Поверьте, с земли Увидеть Даже если у вас этажный дом Да Лобовую И на нем саморез Ну, практически нереально Но все же есть такие места крепления Где мы находимся близко Да, там к фасаду Ну Не важно Где у нас Крепление выполняется На уровне человеческого глаза В таком случае Когда хочется добиться максимальной эстетики Отсутствия каких-либо открытых креплений У нас есть вот такой вот очень хороший вариант Как я уже сказал Это системное решение от компании Бостик Еще два момента я скажу Вот эти саморезы, как вы обратили внимание Они сразу сверлят Отверстие и закручивают То есть не надо, если мы говорим Про другой вид крепежа То есть надо сперва просверлить Отверстие, а потом Ну, здесь бурщик такой Такая вот резьба Не знаю, видно, нет Но Короче, она сверлит сразу отверстие И потом прикручивают А если мы говорим про другие саморезы То нужно сперва просверлить отверстие А потом уже закрутить саморезы То есть операция в два раза больше Так, ну что, переходим к Бостику Немножко взболтаем По доброй старой привычке Любой состав Лучше взболтать Нанесу сейчас немного на губку Это не грунтовка, это не праймер Это очиститель Он так и называется Нейтральный очиститель Для чего он нужен? Для того, чтобы у нас Качественно все склеилось Нам нужно, соответственно Подготовить и обезжирить основание Не будем жалеть Нальем побольше Всё, и даём Немного просохнуть Мне кажется, есть здесь Небольшой какой-то растворитель Небольшой запах и есть там Есть, да, запах Короче, нам нужно обезжирить Ну, очистить от пыли Какой-то от грязи Ну, в идеале Девянную поверхность И доску фиброцемента Чтобы была очень хорошая ангеза Очень такой важный момент Нанесли с вами Вот такой вот очиститель Показывал вам Нужно дать высохнуть Нужно дать высохнуть И основание мы должны с вами Обязательно подготовить У нас древесина здесь Используется с ворсом Не струганная Поэтому обязательно нанесли Дали несколько минут подсохнуть Но у нас вот сейчас Вот перерыв был Где-то в районе 10 минут Проверить Просто на ощупь достаточно Трогаем Пыли нет Основание сухое Соответственно, можно клеить Уже вот такую вот Двухстороннюю клейкую ленту Денис, поможешь тогда отрезать? Вот И уже обратите внимание Она уже у нас Качественно приклеивается Если нанести Вот этот вот Очиститель И начать клеить сразу Будет неправильно Даже лента будет отваливаться Сейчас она у нас приклеена И можно снять лайнер Спокойно вот И лента у нас с вами Не отрывается Денис хорошо режет Надо его на объект На реальный позвать Будет помогать Опытный мастер Резать лайнеры Да, да Вот Все Хорошо снялось Все держится Ничего у нас не отклеивается Но Опять же Как уже Мы говорили Она нужна Для временной фиксации То есть Она носит Некий такой Вспомогательный характер Когда мы с вами Будем наносить герметик Клеить Герметику Нужно время Чтобы он схватился Высох Ну соответственно Фасад у нас Не должен поплыть Для этого Используется данная лента Вспомогательная И временная фиксация Так Готовим Герми ТОС Отрезаем Герметик Не нужно Резать Вот здесь Вот Экономить Да Срезать Нужно его Чуть больше Сейчас Денис Опять Оказывает Неоценимую Помощь Все И снимаем Так Ну все Что затянуто Все Пистолет готов У нас К работе Под углом 90 градусов Рядышком Насколько Рядом Пошел Ну вот так вот Нормально Так вот У нас Такой будет Еще Тест Мы проведем 90 градусов 90 градусов Да Все Пошел Давай Пошел Вот Такой Жгутик На хорошее Да Отлично Слушай Ну механик Он легко Наносится Но я бы Попробовал Его аккумулятор Аккумулятор Хуже Хуже Ты ставил Эксперименты Делись Тогда С аудиторией Ну удобнее Таким Опа 90 Я понял Вот здесь Была ошибка Когда наносим Не 90 Да 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 Тут сложно Проконтролировать Именно шов Да Шов должен быть Именно вот такой Как жгут Ну идеальная ровность Здесь Понятно Она не нужна Да Но жгут Нужно контролировать Так Денис Спасибо Ну что Самый ответственный момент Теперь нужно ровно Приклеить Это дело Тоже не обязательно Ровно Не обязательно Вот это у нас По-моему Была подготовлена Да Все точно Она обеспылена Чистенькая Оставлю небольшой Здесь зазорчик Ну зазор здесь получился Буквально 4 миллиметра Попробуем оторвать Попробуем оторвать Наверное Еще будет Наверное Еще и будет Возможность Это сделать Сколько он сохнет Паш Ну для полного высыхания Это 24 часа Вот этот клей Держит 20 тонн На 1 квадратный метр Как сказал Дмитрий Лента Для временной фиксации Нужна для временной фиксации Чтобы у нас фасад не пополз Потому что если мы посмотрим На стены фасада Здесь вот у нас идет елочка Да Но давайте представим Что у нас идет встык И понятное дело Что какие-то панели Могут поползти вниз Поэтому нужна обязательно Лента Временно зафиксировали Дальше через небольшое количество Времени фиксируют Уже клей И полная его фиксация Через 24 часа Он уже держит На 1 квадратный метр Двадцать Шатай Не шатай Все Завтра будем отрывать Мы уже здесь Уже Денис Подошел Пошатал Я уже продолжаю Но на самом деле Проверку на отрыв Нужно дать ему высохнуть Произведем уже тогда завтра Да Ну еще вот есть такой момент Если у нас Мы говорили про крепеж Про такие саморезы Есть заказчики Клиенты Которые вообще не хотят Здесь ничего увидеть Чтоб не было никаких саморезов Поэтому вот этот клеевой способ Он также будет удобен Для Крепления Крепления этих элементов Да Но мне кажется Вот этот способ Он незаменим Если все-таки Мы с вами делаем Направление данной доски Не по горизонту А по вертикально Ну вот Как мы сейчас здесь И продемонстрировали Вот саморезы в лоб Они неизбежно будут Неважно Будет у нас зазор Либо соответственно У нас будет Небольшой нахлёст У нас в любом случае Будут открытые крепежи Неважно С зазором Да Либо с нахлёстом Но они будут А этот способ Нам Позволяет Сделать скрытый крепеж Ну что Подводим итоги Да Друзья Постарались вам Показать Крепления С которыми Мы непосредственно Работаем Да Ну и Рассказать О их плюсах Что они дают Непосредственно Что дают плюсы Какие плюсы Основные плюсы Это скорость Производства работ Начиная С конструкционных Саморезов С головкой Со шляпкой Под тарелочку Вы видели Как они быстро Монтируются Крепление Надежное Производство Работы Оно ускоряется Далее Выравнивание Обрешётки Это у нас Дистанционный Саморез И на крыше Мы дополнительно Используем Две еще Точки крепления Вот здесь Вот видно их Самореза С полной резьбой Что они дают Быстроту выравнивания Дистанционный Саморез На фасаде Вот на этой части Мы его показали Опять же Что они дают Они дают Плюс выравнивания Выровнять Обрешётку На фасаде Это достаточно Сложный процесс Потому что Нужно выровнять Все формы дома Наружные Внутренние углы Чтобы совпали Диагонали Вот с помощью Этих саморезов Работа происходит В разы Быстрее Ну И соответственно Решение от компании Бостик Для заказчика Который Для себя Точнее Для заказчика Для которого Неприемлемо Открытое Крепление Да То Хорошая Альтернатива Надёжный Крепёж Это Герметик Бостик Ну а завтра Попробуем Его На отрыв Как работает Эта система Ну что Друзья Всем пока До скорых встреч Так друзья В двух словах Спасибо Компания Агат Что пригласили Нас на Open Village Компания Агат Занимается Продажей Кровьных Фасадных Материалов У них Такой Красивый Стенд Ребята Очень гостеприимные Чаем Нас напоили Да Денис И кофе И накормили Все ребята Спасибо Если какие-то вопросы Будут Пишите в комментариях Всем пока